Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесебаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 31 мая. Представляю вашему вниманию торговый план на неделю по евро-доллару, фунт-доллару и паре доллар-японская иена. И на текущий момент в этих парах наметилось расхождение, поскольку доллар США вырос против японской иены, но не изменился в отношении к евро и фунту. Так вот, подобные расхождения могут быть признаками будущего разворота, о чем мы и будем говорить в текущем обзоре. Ну и вот перед нами евро, который продолжил было свое восходящее движение к целевой области, однако не смог ее достичь, остановившись буквально в нескольких пунктах от нижней границы. После чего развернулся и начал стремительно снижаться. В моменте пара ушла ниже поддержки на 1,2174 и протестировала разворотный уровень на 1,2137. С последующим отскоком и восстановлением уже выше сигнальной зоны. Судя по всему, на текущий момент пара образовала локальную вершину в районе 1,2260 и сейчас уходит в локальную коррекцию, прежде чем продолжить восходящий тренд снова. К тому же сигналы в японской иене указывают на вероятность снижения пары. И вот ситуация на актуальном графике. Здесь определяющим в этом сценарии станет способность цены закрепиться в текущей ценовой области с возможной попыткой восстановления до уровня 1,2241, где будет ожидаться основное сопротивление. Если уровень удержится, то следует ожидать ретеста и последующего отскока с формированием очередного нисходящего импульса, который нацелится в область между 1,2101 и 1,2058. Отмена сценария состоится при продолжении роста и закреплении выше разворотного уровня на 1,2272. Ну и вот британский фунт также так и не смог развить восходящий импульс, оставшись колебаться в диапазоне от 1,4139 до 1,42121. Так что ожидаемый сценарий не исполнен, цирлевая область осталась неотработанной. При этом ожидаемая поддержка на 1,4139 все еще держится и цена каждый раз отбивается от нее при очередном ретесте. Так что какой-то локальный рост еще можно было бы ожидать. Однако отсутствие роста может стать сигналом к началу локального разворота в рамках коррекции, что конечно еще требует своего подтверждения. Предпосылкой к этому все так же является пара с японской иеной, которая заметно выросла, что может стать предзнаменованием для снижения и британского фунта против доллара США. Ну и вот на актуальном графике в данный момент можно было бы ожидать продолжения текущего флета. Со снижением к уровню 1,4139, а затем ростом к верхней границе на 1,4221. Подтверждением текущего сценария на коррекционное снижение при этом станет отскок от верхней границы с последующим выходом за пределы образовавшегося коридора вниз, где целевой областью является диапазон от 1,4019 до 1,3955. А вот отмена текущего сценария состоится в случае дальнейшего роста в область выше разворотного уровня на 1,4271. Ну и наконец в паре с японской иеной состоялся резкий рост вместо ожидаемого продолжения снижения. Пара почти с места стартовала вверх после консолидации и закрепления чуть ниже уровня 1,0901, который выступал сопротивлением и довольно долго не пускал цену выше. Однако в конечном итоге это закончилось пробоем и стремительным ростом выше разворотного уровня с последующим закреплением. С учетом текущих изменений можно констатировать отмену предыдущего сценария на снижение. Вполне вероятно, что текущий рост еще имеет потенциал для продолжения. Ну и вот что касается актуального графика, здесь подтверждением текущих ожиданий станет уверенное закрепление в нынешней ценовой области с пределом в районе уровня 109.37, куда цена может еще опуститься для ретеста и подтверждение наличия здесь поддержки. В этом случае уже последующий отскок от уровня даст сигнал на начало новой волны роста с целью в области между 110.69 и 111.12. А вот отмена текущего сценария состоится при пробое и закреплении пары ниже разворотного уровня на 109.01. А на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев, и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.